Первая детская книга Меган Маркл поступила в продажу 8 июня, и за неделю было продано всего 3212 экземпляров по 24 доллара за штуку. Согласно отчету британских книжных онлайн и офлайн магазинов, скамейка даже не смогла войти в топ-50 продаваемых книг в стране, что довольно необычно для издания, автором которого является столь известная персона, вчера Меган была признана самой популярной особой в рядах британской королевской семьи. При этом книга Меган оказалась в списке самых популярных иллюстрированных книг. Однако для издательства Penguin Random House Children S, которая решила напечатать книгу Герцогини, это совсем неутешительный результат, поскольку книжек с картинками за последнее время вышло крайне мало. Чтобы как-то исправить ситуацию, издатели планируют масштабное продвижение книги Меган Маркл по всему миру, хотя у них есть право публиковать ее только на английском языке. Среди причин, по которым книга Меган Маркл не выстрелила, журналисты называют также и скандал, который произошел между издательством Penguin Random House Children S и крупнейшим британским книготорговцем сетью книжных магазинов Waterstown S, в результате которого издания Ора пропали с видных мест почти в 300 магазинах по всей стране, заняв неприметные места на дальних полках. Впрочем, критики и читатели и без того подвергли книгу Меган жесткой критики, назвав скамейку полуграмотным тщеславным проектом. Подводя итоги продаж скамейки, иностранные СМИ напомнили, что книга принцессы Дианы в свое продавалась в 80 странах и разошлась тиражом в более чем 7 миллионов. А книга-фотоальбом Герцогини Кембриджской Кейт Холдстилл, A Portrait of Our Nation in 2020, оставайтесь на месте. Портрет нашей нации в 2020 году, которая поступила в продажу 7 мая, уже в первый день стала бестселлером, заняв первое место по продажам в популярнейшем интернет-магазине Amazon. Первое литературное произведение от Меган Маркл – это книга для детей под названием «The Bench. Скамейка». По словам автора, импульсом для литературного творчества стало рождение первенца, а вдохновением наблюдение за отношениями отца принца Гарри и сына принца Арчи. Об этом было сказано в официальном пресс-релизе американского издательства Random House Children as Books. «Скамейка началась как стихотворение, которое я написала для Гарри через месяц после рождения Арчи. Это был день отца, и я просто хотела выразить свои чувства», говорит Меган Маркл. Герцогиня выразила надежду, что эта история найдет отклик в каждой семье, независимо от ее положения, финансов и состава. В книжке 40 иллюстрированных страниц, которые оформил художник Кристиан Робинсон. Для художника, по его словам, было честью рисовать иллюстрации. Принц Гарри готовится к очередному возвращению в Лондон, но в этот раз не по такому трагичному поводу. В апреле герцог Сосекский вернулся домой ради похорон принца Филиппа, а в начале июля его ждет торжественное открытие памятника принцессе Диане. Пока визит Гарри не подтвержден, но инсайдеры из близкого окружения королевской семьи говорят, что он не захочет пропустить это событие. Недавно информаторы британских таблоидов поделились новыми интригующими сведениями. Меган Маркл хочет поддержать супруга во время открытия статуи, и ради этого она готова сделать паузу в декретном отпуске. Несколько недель назад герцогиня родила дочь, которую назвали в честь королевы Елизаветы и леди Дилибет Диана Маунтбертен-Виндзор. Меган будет секретным гостем на мероприятии, которое также посетят принц Уильям и Кейт Мидлтон. По словам Рейдер, экс-актриса знает, как тяжело ее мужу было на похоронах его дедушки в одиночестве, и не хочет, чтобы ситуация повторилась. Многие родственники очень холодно приняли Гарри, а некоторые даже отказывались с ним разговаривать. Меган и Гарри знают, что в центре внимания будут Уильям, Кейт и их дети. Кембриджи называют Кенсингтонский дворец своим домом и лихорадочно работают над тем, чтобы все прошло безупречно. Этот день не только будет посвящен честованию Дианы в ее 60-летний юбилей, но и станет возможностью для принца Уильяма принять на себя ответственность за продолжение дела матери, добавил источник. Накануне свадьбы с Меган Маркл ее жених принц Гарри устроил выяснение отношения со своей бывшей девушкой. Ранее он встречался с предпринимательницей Челси Дэви, с которой они остались в уважительных отношениях. Дело в том, что Дэви значилась в списках гостей церемонии. Чтобы бывшую девушку, ставшую другом для Гарри, внезапно не захлестнули чувства и, чтобы она не испортила праздник, жених решил побеседовать с ней по телефону, пишет tennus.com. ПК со ссылкой на инсайдера. Они разговаривали долго. Челси, по словам Гарри, несколько часов проплакала в трубку, пишет издание. Как сообщил источник, бывшие любовники обсудили свои прошлые отношения. Челси Дэви пообещала никак не повлиять на церемонию и сдержала обещания. Впрочем, по настоянию Меган Маркл, бывшую девушку и ее жениха, на последующую вечеринку уже не пригласили. Принц Гарри и Челси Дэви встретились в 2004 году, у них был бурный роман, который продолжался вплоть до 2011 года. Спустя пять лет герцог Сосекский познакомился со своей будущей герцогиней на вечере свиданий вслепую, а уже через год объявили о помолвке. Отец Меган Маркл Томас утверждает, что телеведущая Опра Уинфри использует слабовольного принца Гарри ради своего продвижения. Такое заявление он сделал в эфире телешоу 60 Minutes US, фрагмент которого был опубликован в Твиттер. По его мнению, Уинфри манипулирует Гарри и его дочерью. Она использует их, чтобы построить свою карьеру, сказал Томас Маркл. Он также заявил, что принц Гарри является слабохарактерным человеком, которого заставили сказать то, о чем не следует говорить на телевидении. Кроме того, отец герцогини Сосекской рассказал, что узнал о рождении своей внучки Лилибет из публичного заявления Меган и из-за этого очень расстроился. «Я вижу, как они оба полностью забывают про свои семьи, и теперь они одни в огромном доме, в котором, вероятно, могут разместиться еще 20 человек», – заключил Томас Маркл. В конце мая на видеосервисе Apple TV Plus вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона». Проект спродюсировал принц Гарри. В сериале он признался в психических проблемах, а также употреблении алкоголя и наркотиков после трагической смерти матери принцессы Дианы. 76-летний Томас Маркл дал большое интервью в программе «60 минут застроил я», в котором откровенно рассказал о том, как сейчас складываются его отношения с дочерью, Меган Маркл, и ее супругом, принцем Гарри. Прежде всего, отец герцогини раскритиковал Упру Уинфри, заявив, что она использовала его дочь и зяте в своих интересах для продвижения новых телевизионных проектов. «Мне есть что сказать». Она вовремя сообразила и взяла в оборот очень слабого мужчину, заставив его говорить на камеру то, что вообще-то не следует транслировать публично. «Опра может даже подать на меня в суд, но мне все равно. Суть в том, что она обрабатывает Гарри по полной», – сказал Томас Маркл. Выступая публично впервые с момента рождения своей внучки Лилибет, которая появилась на свет 4 июня, мужчина также раскритиковал герцога и герцогиню сосекских за их холодность. Он подчеркнул, что Меган и Гарри до сих пор отказываются видеться с ним, несмотря на то, что он живет всего в 70 милях, около 110 километров от их дома в Калифорнии. Томас не разговаривал со своей 39-летней дочерью уже три года с тех пор, как она вышла замуж за принца. Кроме того, он ни разу не встречался с внуками. Конечно, это больно. В тюрьмах есть убийцы с топорами, и даже их приезжает навестить семья, с горечью заметил Маркл. Я совершил одну глупую ошибку и был за нее наказан. Она обращается со мной хуже, чем с убийцей с топором. Недавно Меган и Гарри участвовали в шоу, в котором говорили о сострадании. Но при этом у них самих нет сострадания ни ко мне, ни к моей семье, ни к этому миру. В связи с тем, что здоровье Томаса продолжает ухудшаться, он опасается, что никогда не увидит малышей Арчи и Лилибет. «Я буду очень разочарован, если мне не удастся подержать внучку на руках», подчеркнул он. «18 июля мне исполнится 77 лет. Большинство мужчин в нашей семье не доживают до 80 и... Я не ищу жалости. Я просто говорю, что это реальность, и очень надеюсь, что когда-нибудь все-таки увижу своих внуков. Я очень хороший дедушка». На вопрос, любит ли он по-прежнему свою дочь, Томас Маркл ответил, «Конечно, люблю». Но при этом подчеркнул, что понятия не имеет, является ли это чувство взаимным. Разрыв между отцом и дочерью начался в 2018 году после того, как он продал папарацци фотографии Мэгган в преддверии свадьбы. «Но я сотни раз извинялся за это», заключил Том. Кейт Миддлтон побывала с деловым визитом в рамках саммита G7 в одной из школ графства Корнолл, где обсудила с журналистами вопросы раннего развития детей и пообщалась с некоторыми учениками младших классов. Среди прочих прозвучал вопрос о том, удалось ли герцогине Кембриджской увидеть свою новорожденную племянницу Лилибет Диану Маунт-Беттен-Виндзор, которая появилась на свет в Калифорнии 4 июня. Кейт Миддлтон призналась, что еще не звонила по видеосвязи принцу Гарри и Мэган Маркл, однако ей уже не терпится посмотреть на малышку. «Я желаю ей всего наилучшего, не могу дождаться встречи с ней. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», прокомментировала жена принца Уильяма. Несмотря на то, что отношения между королевской семьей и герцогами сосекскими сейчас далеки от идеальных, эксперты полагают, что рождение Лилибетт поможет сблизить их и даже заключить перимет.